Все решения по поводу зданий детского сада, где сейчас размещается центр поиск, будут приняты с учетом мнений родительской общественности. С такого заявления началось собрание, которое в формате видеоконференции провел городской департамент образования. Вопреки фейковым публикациям о том, что все уже решено. Задача не только вернуть здание в систему дошкольного образования, но и улучшить условия для образования дополнительного. На данное число и сейчас никаких решений не принято. Ни одного нормативного правового акта не разработано и не подписано. Сейчас идет только обсуждение инициативы. Мы обязательно сегодня выслушаем все ваши мнения. И вместе, только вместе мы найдем компромисс. И только найдя компромисс, мы примем управленческие решения. Подчеркну, что мы прислушаемся к вам. И я хочу услышать каждого родителя. Детский сад был закрыт в 1994 году, в период демографической ямы и тотального недофинансирования. Сегодня ситуация с точностью до наоборот. Двухтысячная очередь в дошкольные учреждения в этом районе – серьезная проблема для многих семей. Одним только строительством новых садов дело не решить. Нужно максимально использовать те возможности, что уже есть. Но дополнительное образование от этого никак не пострадает. Многие секции и студии Центра поиск и так работают на базе школ, где и условия лучше, и есть материально-техническая база. Больше половины коллектива детей в Центр поиск занимается на базе школ. И родители очень довольны. Потому что в школах действительно созданы очень хорошие условия для работы этих коллективов. Для наших коллективов будут созданы лучшие условия, улучшится материально-техническая база. Это и концерты, когда есть огромный концертный зал. Это и спортивные соревнования, это и конкурсы, и выставки. То есть все, чем у ребенка научится на занятиях, в школах это можно реализовать и показать другим детям. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Мой ребенок занимается в театре «Страна Брендинка». Учимся мы в школе на 16, и на самом деле лично мне было бы очень удобно, если бы мой ребенок занимался людьми в школе. Во время родительского собрания звучали разные мнения. Педагоги, которые реализуют программы дополнительного образования, считают, что старое здание не приспособлено. В школах проводить занятия будет удобнее. Работа коллектива продолжится в том же формате. Дети будут заниматься в удобное расписание для каждого. Мы каждого выслушаем. Что же касается нового адреса проведения занятий, для каждого ребенка будет выбран оптимальный маршрут посещения секций, если потребуется в индивидуальном порядке. Сегодня вся общая образовательная система школы и в шаговой доступности 29, и 16, и иные предоставили полноценные условия. Вот я уже знаю, вот как со многими общался с педагогами. Сохраняется сам центр, его ядро, управление, методическое управление. И 240 мест детского сада, которые сохранены не при планированном помещении, дадут возможность людям отдать ребенка в сад, в том числе в ясные группы, так же, чтобы дети полноценно развивались. Сегодня центр поиск уже работает на базе 15 образовательных площадок. Дальнейшее развитие его в таком формате позволит привлечь в систему дополнительного образования сотни других ребят за счет расширения внеклассной работы в школах. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.